Здравствуйте! Про данные наушники от Shure я уже был наслышан достаточно давно и у меня были некоторые ожидания от них. Поэтому, когда я впервые увидел эту такую необычную яркую коробку, уже возникли какие-то такие подозрения. Потому что ты привык, что если это что-то прям дорогое, там, профессиональное, то, как правило, это поставляется в простеньких коробочках. А что-то вот обычное, любительское, потребительское, оно в ярких, красивых, необычных каких-то упаковках. И это уже немного отталкивает. Потом, когда взял наушники в руки, увидел, что они из себя представляют. Это вот, знаете, как по первому впечатлению, такая смесь между Bluidio, T-monitor, T3, T6, что-то вот в этом роде. Именно по дизайну, по тому, как это сделано. Плюс, материалы это пластик, который визуально смотрится достаточно бюджетным. Они очень легкие сами по себе, что, в принципе, плюс, можно сказать. Есть некоторые нюансы, связанные с надежностью самой конструкции, с какими-то вот звуками. Все это присутствует, и это ощущается просто бюджетно. То есть, ну никак не наушники, которые стоят 790 белорусских рублей. Это дорогой сегмент. И в этом сегменте есть наушники, которые и звучат хорошо, и ощущаются визуально хорошо. Единственное, что и мягкая часть, и амбушюры сделаны очень классно по посадке. Да, здесь вопросов нет. Они прям очень удобные. В них можно сидеть долго. Они сразу же хорошо садятся на голову, не вызывая какого-то дискомфорта, что где-то что-то как-то давит. И управление сделано физическими кнопками, что тоже хорошо. Единственное, что в случае с амбушюрами, некоторые такое вот пространство, щели, они видны. И это мелочь, но ты уже начинаешь к ним придираться, когда их становится достаточно много. И уже такое впечатление очень омраченное. Теперь переходим к каким-то таким техническим составляющим. В плане кодеков здесь все прям заряжено максимально. Здесь вам и классические SBC-AC, здесь вам и APTX, APTX Low Latency, HD, LDAC. Все здесь есть. Просто вот максимально. Есть активное шумоподавление, которое, кстати говоря, работает очень хорошо, потому что не создает каких-то помех, не давит на голову и при этом мягко подавляет шумы. Есть и режим для прослушивания окружающей среды. Звучит крайне странно как-то. И тоже работает нормально. Те, кто любит эту функцию, она здесь есть. Все. То есть я не видел, чтобы она где-то работала прямо плохо. И пора переходить к самому главному впечатлению от звучания. И все эти недостатки, которые были сказаны, они на первый взгляд такие достаточно жесткие. Они сразу же нивелировались. Потому что Shure это компания, которая умеет делать и хорошие, и косячные наушники. И ты не знаешь, что это будет. То есть даже вот какие-то предположения изначально лучше не строить. И здесь все сделали максимально хорошо. Я понимаю, что, возможно, еще какой-то вот вау-эффект, он все-таки остался и он воздействует. Но на данный момент для меня это одни из лучших наушников полноразмерных беспроводных по звучанию. Потому что именно настроили их круто. Здесь есть и хорошие излучатели, и хорошая их настройка. То есть при прослушивании через Bluetooth сразу же первое, что ощущается, это то, насколько грамотно поступили с низкими частотами. Они здесь присутствуют. Они достаточно глубокие. У них хороший контроль, хорошее все. Но они даже как-то немного поджаты, но совсем немного. В них нет какого-то вот пошлого буханья. То есть бас здесь ни в коем случае никогда не будет превалировать. То есть это уже создает такое некоторое впечатление все же хороших наушников. Это очень крутая середина. Прям очень крутая. Потому что, возможно, и искусственно тоже, так сказать, подраздули сцену. И они звучат объемно, очень объемно. То есть ширина сцены у них просто превосходная. Крутая. Очень классное разделение инструментов, позиционирование. В этом плане очень круто. И очень звучит натуральная середина. Она не звучит как-то упрощенно. Не звучит с какими-то косяками, либо же еще с чем-то. Она очень классная. То есть в том числе и в Sennheiser M3 AEBT XL тоже хорошая сцена, хорошая середина. Они находятся приблизительно в одном ценовом диапазоне. И при этом здесь все же сцена шире. Здесь лучше именно сама детальность разделения. То есть вот с точки зрения аналитики они однозначно будут лучше. Ну и тем более лучше, чем более бюджетные какие-нибудь AKG K371 BT, которые также являются очень аналитичными наушниками. И высокие частоты. Блин, классно. Очень классно. Потому что здесь не чувствуется их упрощение. Они вот звучат просто как надо. То есть даже когда музыка перегружена инструментами, все равно это звучит чисто. При достаточной, при хорошей детальности они звучат чисто. Они не уходят ни в грязь, ни в песок. Не вот это вот все. Очень-очень крутое впечатление. И казалось бы куда уже лучше. Но решил все-таки подключить к Fio X5 второго поколения. Через кабель их послушать. И блин, это очень кайфово. Наушники не боятся высокой громкости. Я слушал уже в какой-то момент на такой эмоциональной ноте стигмата в акустическом исполнении. То есть там понятно, что не лучшее качество записи. Плюс очень много инструментов получается, которые звучат агрессивно. На высокой громкости все это звучало хорошо. И от беспроводных наушников такого, если честно, не помню. То есть если уже как-то взять сравнение наушников как-то очень обобщенно. Если не брать в подачу, то те же саундкоры в лайфтюн, они вроде как звучат где-то удобнее. На какой-то электронной музыке звучат лучше, потому что там приукрашиваются очень красиво низкие частоты. И вот где-то как-то они хотя бы чем-то могут зацепить. Здесь все. Здесь ты понимаешь, что просто конкретный огромный разрыв между ними. То есть как будто бы это одинаковые какие-то конкуренты. Но я к тому, что здесь различия при звучании по беспроводу и по кабелю это действительно серьезная разница. Но опять-таки в том случае, если вы подключаете к Hi-Fi плееру, а не просто к телефону. Не стоит путать данные понятия. И в плане своей аналитики, в плане драйва они дико понравились. То есть то, насколько они еще и по кабелю могут выдавать именно быстрый звук. То есть в том плане, что шикарнейшие атаки, шикарнейшие панчи, затухания, все остальное. Вот серьезно, приятно говорить. Я даже рад, что у них есть косяки с дизайном, с какой-то вычурной коробкой, с очень странно смотрящимся чехлом. Но просто взгляните и подумайте, этот кейс принадлежит к каким-то наушникам именитого бренда. Либо же к какому-то обычному Китаю. Чуть не улетел. Круглый вот этот вот кейс. Для меня это тоже сразу же ассоциация с каким-нибудь Blue и Dio. И да, сейчас уже шур стали бороться намного больше с подделками. Есть серийные номеры просто везде, где это только может быть. И в принципе это преимущество, которое не напрягает. То есть, ну это в принципе хорошо. Поэтому наушники смотрятся, воспринимаются бюджетно. Очень бюджетно. Я понимаю, что ну нет. Если бы они стоили там 100 долларов, ну именно если рассматривать по какой-то визуальной составляющей, то ну да, это было бы интересно. Там 150 долларов. Но там уже есть Fio EH3 NC, которые будут смотреться и восприниматься дороже. Потому что вот, ну, вся эта система, все эти звуки, которые они воспроизводят в разные моменты своих действий, это не очень приятно. Прям вот совсем неприятно. Но слушаешь их и просто получаешь удовольствие. Поэтому на сегодняшний день они среди моих таких конкретных фаворитов. И если сравнивать с теми же Bowers & Wilkins PX по кабелю, то преимущество по аналитике, в целом по звучанию будет на их стороне. Потому что PX бы однозначно проиграли на высокой громкости, на каких-то сложных жанрах. Все равно им это дается сложнее. Ну и плюс они намного более привередливые. То есть здесь, казалось бы, X5 это не FUQA 361, это не M11 Pro, но все равно получается получить, получается, получится, получается хороший результат по звуку. Поэтому выводы остается, естественно, делать только вам. Если вы просто меломан, который ищет себе хорошие наушники, ну как, не то чтобы меломан. Если у вас до этого были только бюджетные наушники, то, наверное, не стоит. Потому что высокие частоты здесь правильные, и это будет однозначно резать, будет очень сильно не хватать низких частот. Будет казаться, что вот высокие частоты, они выпиливают мозг. Если у вас уже есть какая-то связка из Hi-Fi плеера, там каких-нибудь хороших внутриканальных наушников, либо же просто есть уже опыт использования дорогих моделей, то однозначно стоит рассмотреть. И более того, блин, они даже могут спокойно конкурировать с проводными наушниками из того же сегмента. Потому что они выдают соответствующий звук. Поэтому впечатления, с одной стороны, двоякие, но вот этот вот драйв, те эмоции, которые ты получаешь во время прослушивания, в самой музыке, они перекрывают то, что они смотрятся бюджетно, дешево, никак не согласно своему бюджету. Так что выводы остается делать только вам. Ссылка на наушники будет в описании, если вы являетесь их владельцем. Я понимаю, что таких уже достаточно много. Естественно, пишите также свои впечатления в комментариях, и будет больше информации. Будет какая-то информация для аналитики, для других слушателей и читателей данного впечатления, читателей комментариев. Поэтому все, закругляюсь. Большое вам спасибо за просмотр и до скорых встреч.